Всем привет! Многие из вас просили сделать меня видео по электрохимии. Однако, многие лабораторные источники тока для этих целей очень дорогие. Поэтому я решил сделать свой. Гораздо дешевле, но не намного хуже. Для этого я заказал с Китая два компонента. Зарядку выпрямитель для аккумулятора машины с выходом тока 5 А и напряжением 12 В. К зарядке будет подключаться регулятор напряжения и тока с шагом напряжения в 1 мВ и тока в 1 мА. Ссылка на все компоненты будет в описании. Я решил встроить регулятор прямо в корпус зарядки. Начертил примерно отверстие, в которое будет вставляться регулятор. Далее я вырезал отверстие, оказалось, что его нужно было немного сместить. Здесь на чертеже показано, как размещать регулятор. Отверстие делалось с помощью обычного лобзика. Теперь по бокам отверстия нужно приклеить небольшие пластины, чтобы приподнять регулятор над корпусом. Просто так он не влезает. Одна пластина состоит из двух пластин из прозрачного пластика толщиной около 4 мм. Вместо пластика можно взять какую-нибудь фанеру. После того, как клеит засох, можно вставить регулятор тока в отверстие. Теперь осталось подключить все провода входа и выхода. Во вход регулятора мы вставляем провода из зарядки, которые нужно предварительно обрезать, оставив на конце около 20 см. К выходу регулятора присоединяем любые провода. Я использовал обычные китайские крокодилы. Теперь осталось все аккуратно собрать, и источник тока готов к работе. Для теста я параллельно подключил к крокодилам три светодиода разного цвета. Напряжение выставил 3 вольта, а вот силу тока буду постепенно поднимать. Как видно, чем сильнее сила тока, тем ярче горят светодиоды. То же самое можно сделать с электромотором на 12 вольт. Чем больше напряжение, тем быстрее крутится вал мотора. Характеристики получившегося источника тока я написал на экране. Конечно, вместо автомобильной зарядки можно использовать более мощный выпрямитель тока до 55 вольт. Если вы хотите сделать такой источник тока самостоятельно, можете использовать промокод, который я оставил в описании, для дополнительной скидки. В следующих своих видео я буду использовать этот источник для проведения электролиза, меднения, никелирования, а также других опытов с электрохимией. Подписывайтесь на мой канал, чтобы узнать еще много нового и интересного. Субтитры подогнал «Симон»!